Долгожданный музей кино в Довженко-центре. Выставка «Вувку. Lost and Found. История международного успеха всеукраинского фотокиноуправления 20-х годов». Как легендарное киносообщество сформировало успешную украинскую киноиндустрию, стало одним из киногигантов в тогдашней Европе и перебрело славу украинского Голливуда. Открываем секреты в выпуске «Проарт». То есть, чтобы люди, которые живут в этой стране, знали, что у нас такое весомое, знаковое прошлое. Я думаю, что зритель почувствует это, находясь в экспозиции. Так что это пример того, что может кино – индустрия, которая независима. Мы просто обречены были рано или поздно открыть музей. Музей кино открылся выставочным проектом «Вувку. Lost and Found». Это история о революционном взрыве в украинском кино. Легендарное фотокиноуправление работало только 8 лет и достигло ошеломительных результатов. Это абсолютный успех за считанные годы. Они же в 22-м году только созданы были, а уже в 30-м – все. За 8 лет это колоссальный какой-то прорыв, который потом начала гасить Москва. У нас есть фильмофонд на пленках, есть фильмы, можем их показать на экране. Но нам хочется показать также контекст создания этих фильмов. Сложно было создать экспозиционную именно форму, создать какую-то новую архитектуру, в которой зрителю будет интересно не просто читать текст или не просто смотреть фильм. И мы пытались примерить на себя вот эту одежку зрителя, которому не знаком абсолютно с контекстом. Наша была основная задача – достучаться до массовой аудитории и рассказать ей эту историю, поскольку это история, о которой мало кто знает, но это, в принципе, история, которой можно гордиться не одно поколение. Благодаря «Вувку» украинское кино вышло на международный рынок. Фильмы показывали в Германии, Франции, Нидерландах, Великобритании, США и Канаде. Заключив соглашение с ключевыми игроками индустрии, Вувку стала одним из киногигантов в тогдашней Европе, прославившись как украинский Голливуд. Если посмотреть на дату, то это было в 20-х годах. И мы сейчас тоже заходим в 20-е годы. Сотня лет, 20-е годы для Украины явились суперфантастически успешными. Поэтому понимаем, почему потом пошло расстрелянное возрождение, почему затем шли 30-е годы. Появление выставки «Вувку» и музея кино в Довженко-центре – это действительно результат энтузиазма и большой страсти. В Довженко-центре есть такое сообщество киноведов, киноисследователей, людей, которые работают с кино, которые горят этим, которые влюблены в него. Это именно живой интерес, когда человек остается критичным. Материал к мультимедийной выставке, посвященной 20-м годам украинского кинематографа, в особенности «Вувку» богат и разнообразен, подчеркнула Елена Гончарук. Но он рассеян по музеям и архивам. Собирали по крупицам уникальные киноэкспонаты, артефакты, которые являются свидетельством эпохи расцвета украинской кинокультуры. Даже сейчас мы продолжаем колебаться. Хорошо ли, что мы взяли один экспонат и отказались от другого, поскольку каждый из них несет свою историческую ценность. Но сейчас в экспозиции осталось то, что дает наиболее яркое представление о Вувку, как о грандиозном явлении и об истории успеха, который было причастно огромное количество творцов эпохи 20-х годов. Главная экспозиционная площадка выставки – это условная закулисье кинофабрики, где снимаются фильмы и кинотеатр для просмотра. В этих локациях авторы своеобразно представили свою подачу истории. Свои ключевые точки, через которые увлекают зрителя в мир кино и демонстрируют масштаб развития украинского кинопроизводства в начале 20-го века. У нас есть своя драматургия. Это маршрут украинского солянына, который попадает из села, попадает в город, в новый урбанистический контекст, где куча транспорта, где куча новых раздражителей. В принципе, в этом же контексте возникает кино, как еще один раздражитель. Он попадает в этот город, попадает на кинофабрику, попадает в кинотеатр, и в конце попадает на киностудию. Развитие кино в этот период характерно не только для Украины, но и для Европы, и для Америки. За долгие годы войны, революционного террора, голода, люди жаждали чего-то, что утешит их душу. А кино – это, в принципе, культурный продукт, который позволял творить. И вместе с тем получить удовольствие и знания. До наших дней всеукраинское фотокиноуправление – образец массовости и успеха «Синева». Бокс-офис тогдашних прокатов поражал. Для современных киношников уцелевший творческий багаж «ВУФКУ» – настоящий кладезь информации по менеджменту и источник профессиональной гордости. «ВУФКУ» – это плод своего времени, своей эпохи. Это государственная монополия. В «ВУФКУ» была такая амбиция создать бренд, такой как «УФФА» или «Метро Голдвин Майер». У них был логотип свой. Они создавали целую систему рекламной продукции и так далее. И в этом плане, конечно, вот эта амбиция завидная сейчас. Как способ культурной дипломатии того времени, «ВУФКУ» создали международный бренд Украины, который был узнаваем. Более того, он отличался от аналогичных брендов российского кино, как, например, «Совкино». В этом смысле их история уникальна. Действительно, мы можем это изучать еще очень долго, ибо то, что представлено на выставке – это большой массив материалов. Но сколько еще неизведанного? Уникальная госструктура в 1920-х годах сформировала успешную украинскую киноиндустрию. «ВУФКУ» объединила киностудии Одессы, Ялты и Киев, развила производство, дистрибуцию, рекламу и образование в сфере кино. Все это вызвало в стране настоящую киноманию. «ВУФКУ» тогда смогло что? Первое – это, ну, скажем, Довженко или Кавалеридзе. Сразу несколько режиссеров за считанные годы. Довженко в 1926 году стартовал, а в начале 30-го он уже был одним из принцев европейского кино. За три года. И вместе с тем создавались фильмы на массовую аудиторию. То, кстати, с чем сейчас у нас проблемы. Ну, например, их кадровая рекрутинговая система. Что они сделали? Мы сейчас очень много говорим об уровне сценария в украинском кино. И вот «ВУФКУ» решали эту проблему очень простым способом. Они привлекали писателей, тех, кто умел, собственно, писать. Так же, как они привлекали, например, в операторскую школу фотографов. В этом смысле они поступили элементарно, очень просто. Я думаю, что если бы в Украине сейчас привлекали выдающихся писателей для написания сценариев, то уровень кинопроизводства был бы в стране другой. Экономическая успешность, культурная автономия, инклюзивная кадровая политика позволили «ВУФКУ» приобщить к своей деятельности самых ярких творцов из разных сфер. Дзигавертов, Михаил Кауфман, Александр Довженко, Иван Ковалеридзе, Лесь Курбас, Даниил Демутский, Михаэль Семенко, Юрий Яновский, Петр Чардынин. Что ни имя, то легенда. Список имен бесконечен. «ВУФКУ» как суперуспешный бизнес-проект, «ВУФКУ» как суперуспешная международная организация. Я сейчас не лукавлю, когда говорю «суперуспешная». Фильмы «ВУФКУ» показывали от Праги и Парижа до Токио в свое время. И это опыт организации, солидарный опыт культурных деятелей. Это реальная коллективная работа, когда люди пришли из разных областей, с разными амбициями и потенциалами, но успели создать что-то во имя общего блага. Это серьезная промышленность, серьезное искусство и серьезный культурный продукт. То есть это настолько была эффективная финансово-экономическая модель, что им не нужны были дотации. И сейчас трудно представить себе кино в Украине без государственных дотаций. А такой гигант, как Киевская киностудия с несколькими павильонами, построить за два года без государственных дотаций – вот это уровень финансово-экономического успеха ВУФКУ. Один из самых успешных модерных проектов нашей культуры был уничтожен и забыт почти на столетие. В последующие 30-е годы многие деятели ВУФКУ были репрессированы, физически уничтожены или эмигрировали. Эпоха ВУФКУ – это был старт украинского кино. И ВУФКУ стала как бы концом украинского кино. Поэтому выставка проведет зрителя через эту эйфорию. Мы хотели дать нашим зрителям возможность такого буквально телесного переживания, чем были украинские 20-е. И это будет такой диапазон между потерянным и найденным. История украинского киноавангарда – это множество пробелов. Многие произведения утрачены или сохранились частично. Выставка стала результатом масштабного исследования команды Довженко-центра. Их усилиями возвращены десятки фильмов, найденные в Украине и за рубежом. Такие, как «Человек-обезьяна» найдены в Японии, «Тарас Трясила» во Франции, «Свиньи всегда свиньи» в Германии. Сейчас мы дистанционно работаем с международными киноархивами. И мы начали показывать, озвучивать с помощью современной музыки. В цикле наших показов – «Коло-дзыгэ». Уже сотни тысяч людей увидели эти фильмы. Озвучивать немые фильмы столетней давности – дело непростое и ответственное, рассказали музыканты электроакустической группы «Дзёб» из Днепра. Благодаря их мастерству музейщикам Довженко-центра удалось вдохнуть вторую жизнь воскресшей кино-раритет 1929 года. Они нам полностью доверили озвучку. Нам дали один этот фильм и предложили сделать саундтрек. Ну, это Алексей Бадин у нас и Максим Андрух. Они вот это все делают, а мы исполняем. Это такой синтез жанров. Там у нас и классические академические приемы, и современные, и техно, и много электроники. Ну, и финальный вариант, который я сегодня. Кино, которому почти сто лет, а в зале полно молодых лиц. Очередная кинопремьера от Довженко-центра и музыкантов группы «Дзёб» заслуженно вызвала искренние овации зрителей. Магия кино и очарование времени. Конечно, конечно, это всегда приятно. Учитывая, каких годов, и там очень много операторской красивой работы. Я смотрел первый раз, и в восторге было реально. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что для Украинского культурного фонда такие проекты и такие партнерства чрезвычайно важны. И поэтому для нас это очень важно поддержать этот проект и чтобы он состоялся, чтобы за этой экспозицией было новое, чтобы, как сказали коллеги, это стало пространством для диалога о прошлом, о будущем. И это будет тем местом, где можно будет найти этот диалог, разговор, дискуссии. Тем сложнее была эта выставка, ибо мы взяли период наименее уцелевший. Мы взяли 20-е годы, это был для нас вызов. Если мы уже осилим представить 20-е годы, где столько всего не только утерянного времени, но и сознательно уничтожено, нам уже дальше любой материал будет под силу. Материал будет под силу. Материал будет под силу.